В 12.05 в нашем городе продолжается мужской понедельник, и как мы обещали с Николаем Голиков, во втором части мы будем подводить итоги еще одного мероприятия, которое накануне состоялось в столице. В субботу, да. В первом части говорили об общероссийском гражданском форуме. Сейчас поговорим о съезде Союза журналистов России. События не ежегодные. Далеко не ежегодные. Раз в пять лет случается, да? То есть есть о чем поговорить, что это все значит. Мы сегодня будем беседовать, во-первых, с председателем региональной общественной организации Союза журналистов Кировской области, Евгений Дрогов. Евгений, добрый день. Доброе утро. Зам. Председателя Елена Урмадская. Добрый день. Добрый день. Николай Голиков там тоже побывал. Тоже был, но я сегодня ведущий. А еще к нам подойдет Олег Прохоренко, это член правления нашей организации, который тоже был на этом съезде. И тоже, я думаю, что ему есть что сказать. Итак, выбран новый председатель. Да. Давайте известим. Сначала это донесем. Евгений Михайлович. Евгений Михайлович. Про председателя, только председатель. Выбран председателем Владимир Геннадьевич Соловьев. Мы сегодня уже говорили, что мем такой интернет. Избрали Соловьева, но Соловьев не тот. Да, но не тот Соловьев. Не Владимир Рудольфович. Не Владимир Рудольфович, а Владимир Геннадьевич, который много лет работает в документалистике, сейчас на ГТРК. У него было достаточно содержательное программное выступление. И я думаю, что в этом кроется и результат голосования. Подавляющим большинством он был избран. Голосовали все, все, кто находился. Да, там было порядка, чуть меньше 700 человек голосовали. Около 700. Около 700 человек голосовали. Со всех регионов России. То есть там Якутия, Сахалии. Более 90% выбранных делегатов присутствовали на съезде. То есть легитимность была полная, что называется. Так что вот. На 5 лет, соответственно. На 5 лет его избрали. Тут нужно уточнить, что предыдущий председатель Союза журналистов России 25 лет возглавлял Союз. Всеволод Леонидович Богданов. С 92-го года. То есть это демократы, вот еще той волны. Да, да, да. То есть практически начало Союза журналистов России. Он эту лямку тянул. И, так сказать, на этом посту заметно состарился. Поэтому было уже понятно, что... Поэтому изменения тут прям колоссальные. Не более двух сроков, да, ведь сейчас решили? Сейчас еще приняли, да, изменения в устав. Не более двух сроков. Ну, что интересно, скажем так. В свое время Богданова выдвигал Эдуард Сагалаев. Известная у нас медийная личность начала 90-х годов. Ну, и до сих пор заметная. До сих пор заметная, да. Да. Вот. Он вышел тоже на трибуну съезда. Напомнил о том, что Богданов это его креатура. Но и поддержал тоже выдвижение Владимира Геннадьевича Соловьева на этот пост. То есть такая преемственность некая сохраняется. Ну, они же довольно вместе долго работали. Он же секретарем-то тоже. То есть человек не новый в организации. И, думаю, проблемы все... Судя по его, опять же, выступлению... Тем не менее, величина назревших, скажем так, проблем и задач, которые сегодня стоят перед Союзом журналистов, может говорить о том, что, несмотря на такую поддержку, в каком-то смысле это и кредит доверия нынешнему вновь избранному председателю и новому составу секретариата, который тоже кардинально обновился. Сократился и обновился. Сократился и обновился, да. Может, коллеги добавят что-нибудь? Ну, конечно. Доброе утро. Доброе утро. Всем день. Мы как раз начали с того, что, собственно, центральное событие съезда, это было переизбрание... А я вас слышал сейчас по радио в машине, пока ехал. Нам не удалось нас еще не оставить. Нас еще и слышат. Слышат, слышат можно. То есть мы в эфире. Все хорошо. Вы уже рассказали, кто такой, да? И тезисы тоже озвучили. Нет, тезисы пока еще не озвучивали. Ну, как бы, просто сообщили, что, судя по этим тезисам... Вообще, он обозначил в самом начале своего программного выступления о тех рисках и вызовах, которые стоят вообще перед современной журналистикой. О том, что журналист перестал быть единственным источником информации. Благосфера, особенно социальные сети, нас сильно поджимают. Утратили свой авторитет центральные СМИ. Происходит ущемление давления на журналистов убийства. Не так уж категорично. Утратили былой авторитет, наверное. Ну, так это прозвучало. Вот, и как делать, что делать, как вернуть статус профессии. Это как бы был его лейтмотив. Но он обозначил, не скажу, что какие-то революционные вещи. Но, там, я просто конспектировал, поставил привычки, конспектировал его выступления. Вот, он предложил, что нужно... И сейчас рассматривается это в Государственной Думе, насколько я понимаю, как законопроект приравнивания статуса журналиста к общественным деятелям. Это как раз преграда для тех, кто пытается покуситься на журналистов. На самом деле, о физическом насилии, да, в отношении журналистов, потому что случаев таких немало. Нет, но там цифры приводились просто ужасные, да? Вы помнишь, когда там еще... По России или по миру по России? 300 человек за несколько лет погибших журналистов, причем... При исполнении своего должного долга. Но это не за несколько, это за 25 лет, по-моему, как раз. Да, за 5. Нет, нет, это за всю историю современного союза журналистов. За последние годы там участилась эта вещь. Причем 90% нерасследованы. Здесь же Политковская... Там же был председатель этой всемирной ассоциации, как это точно называется? Француз-топонус говорил, такой забавный. Француз-топонус выступал. У них, конечно, свои проблемы у французов. Да, расскажи. И немножко наживление в зале вызвал. Ну, как проблема, понятно, проблема Вайнштейна, она как бы в журналистике тоже существует. Там недопустимое прикосновение к женщинам-журналистам и так далее. Это вызвало определенное... Оживление. Оживление, потому что нам бы их проблемы, скажем так, да? У нас там недопустимое прикосновение у нас, извините за выражение, просто... Да, это зеленка и обливает. Да. Кроме того, видимо, готова редакция... Новая редакция закона о СМИ. Тоже интересно было бы ознакомиться, которая лежит в Госдуме. И, ну, как бы ожидается ее принятие. Тут, наверное, нужно напомнить, что предыдущий был принят в 91-м году, и особых изменений туда не вносилось за все это время. Вносились изменения, связанные с борьбой с терроризмом, с этим... Незначительные. С экстремизмом. Да, ну, конечно, с современными реалиями этот закон уже часто не контактирует. Вот и очень много вопросов пока вызывает членство в Союзе журналистов, потому что точной цифры нет ни у кого. А это, кстати, да, мне понравилось. 40-50 миллионов такой разброс... Тысяч? Тысяч. 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 Ну, 40-50 миллионов до каждой... Формально вообще до 100 тысяч можно насчитать, но на самом деле вот тех людей, которые активны, которые понимают, зачем они в Союзе журналистов платят взносы, их, конечно, меньше. И вот этот учет и контроль наладить, это его тоже... Он поставил себе задачу. Вот. И отдельной строкой вообще, и это было нарекание и с нашей стороны, там, к организаторам съезда, все-таки у нас очень плохо Союз журналистов представлен в интернете. В основном сейчас источники доступа информации для всех, для телевидения, для печатки и так далее, интернет все-таки основное. Нет нормального, там, даже введения не было этого съезда, какого-то интернет-трансляции. Там кто-то, помните, выступил из депутатов, пришел, говорит, ребят, я вам сейчас за пять минут все устрою, только скажите, если надо, да я вас научу, как это сделать. Почему, говорит, нет, я не понял. Вроде Союз... И камер-то практически не было. И камер не было. Нет, ну камеры были, там несколько каналов. Несколько региональных каналов присутствовало, центральных каналов не было. Событие было камерное, камер не было. Вот еще что удивило нас, конечно, это, чтобы не вылилось события в события, то есть отдельно сается журналистов, причем в Москве, причем в России, и отдельно в ведущие медиа страны. Отдельно. Ну, тут еще, наверное, Олег, стоит напомнить, что одной из главных тем, это вот уже было, как бы это, еще сказали, что съезд, назовем объявшим, Единительным, да, потому что была такая история, что три региональных союза, они как бы не были, были ассоциированными членами, то есть там Москва, Татарстан, 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 Татарстан. То есть они просто не входили в состав вот этого федеративного союза. Это у них позиция была такая. Была такая позиция. Все годы существования союза в Ленинграде России. Это сложилось еще в начале 90-х годов. И мне что интересно, что первым на эту тему выступил Павел Гусев, от которого, честно говоря, меньше всего. Самый авторитетный. Самый авторитетный, самый энергичный. Председатель, член Союза журналистов Москвы. И после этого выступали и Санкт-Петербург, и Татарстан. Татарстан вообще предъявил там несколько претензий к уставу в этой связи, потому что все-таки хочется некоторой независимости, а быть просто отделением. Они не хотят отделением Союза журналистов. В то же время прозвучала интересная вещь. Люди, которые, журналисты в Татарстане, которые хотят получить корочки, Союза журналистов России, не Татарстана, а Россия, они вынуждены ехать в Ижевск за ними. Я тут получаю это членство. Но сейчас как бы вот эта история должна закончиться. По поводу претензий, она немножко не обоснована, потому что многие региональные организации, они существуют как региональные организации общественные, но и одновременно являются членами Союза. Это наш пример, да. То есть тут никакой проблемы нет. Более того, там изменения, которые вносятся, они вносят как раз дифференциацию в этот статус. Но нам предстоит еще, конечно, досконально разобраться в этих изменениях. Их немного, но, возможно, понадобятся какие-то изменения. Ну, как бы там, вопрос не закрытый, но они сказали, что время есть, чтобы разобраться региональные статусы. Ну, вот я, знаете, хотела бы, коллеги, напомнить и обсудить еще очень интересный момент. Когда шла речь о повышении статуса журналиста и члена Союза журналистов, была речь об изменении корочек. Удостоверение, да. Будет выдаваться уже европейского, даже всемирного образца удостоверение, которое не будет привязано к тому или иному СМИ, где бы ни работал журналист, чем бы он ни занимался. Или вообще бы нигде не работал. Или нигде бы не работал самостоятельная перспектива. Нет, как фрилансер. Сейчас фрилансеров много, ты можешь работать писателем для многого количества СМИ, не быть привязанным ни к одному. И, тем не менее, иметь статус журналиста. Иметь статус журналиста и полномочия на территории любой страны мира. Причем полномочия, как у нас там хорошо сказал кто-то с трибуны, говорит, вообще с этим документом можно войти к любому министру в любой стране. Потом помолчал, сказал, кроме России. То есть сейчас единообразие с документами? Нет, у нас старого образца документа. Но у них нет вот таких вот полномочий. Вот эти мультимедийные карты только-только начали поступать в Россию, по-моему, всего несколько штук еще выдано. Ну вот нового образца, да. Но удостоверение международное, международная карточка журналиста, так называемая, она выдается давно. Но, например, в Кировской области она практически не востребована. Только Евгения Михайловича в единственном экземпляре. Я, поскольку бываю за границей. По ней можно в музеи бесплатных. Ну, в том числе, да. Но дело не в этом. Дело в том, что это удостоверение за рубежом, оно действительно имеет определенный статус. То есть отношение соответствующее к персоне, которая наделена этими полномочиями. А у нас в России, к сожалению, в нарушении даже закона о СМИ, этот статус часто игнорируется. Просто-напросто, да. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. 40 секунд. Подошло время. Очень немного и продолжим. Евгений Дрогов, Елена Урманская, Олег Прохоренко, Николай Иголиков. И Владимир Сметанин. Я не ездил. Ну и не ездил, ну и что. А я тоже ведущий такой же, как ты. Да, все, кроме меня, поучаствовали в съезде союзе журналистов. Которые вот опять принижают статус журналистов. А я давно призываю журналистов «Эхо Москвы» и других журналистов «Холдинга» и «Медиа» вступать в союз журналистов. Генеральный директор «Холдинга» и «Медиа», кстати, вступил, Роман Дарилиев. Да, вступил уже. Зеленый коридор, да. Вот о чем очень много говорили. Это как раз о привлечении новых членов именно молодых. Потому что там уже такая проблема. А мы сидели на последнем ряду. Вот с последнего ряда очень хорошо был виден возрастной состав зала. Потому что седые, лысые, плешивые. Со всей ответственностью можно сказать, что у нас самая молодая была делегация. У нас была на самом деле одна из самых молодых. Это точно делегация. Там были молодые люди. Почему же не было? Ну так, чтобы полным составом. И у нас тоже в области этот вопрос стоит. Потому что, конечно, надо омолаживать. Надо делать ее более энергичной, жизнеспособной, безусловно. Потому что те проблемы, о которых мы говорили, которые предстоит решать, нужна энергия. Проблематика, которая поднималась, она волнует сегодня всех журналистов, все СМИ практически. Давайте пройдемся по повестке. В том числе, которые не являются сегодня членами Союза журналистов. И безотносительно возраста. Мне кажется, вот эта тенденция к консолидации, это как раз и понимание, что совместными усилиями решать проблемы, ставить перед государством, в том числе с точки зрения совершенствования законодательства, все это проще. С другой стороны, наверное, это говорит о том, что ситуация сегодня в СМИ, ну не наверное, а так и есть. Я просто так предположительно высказываюсь, чтобы, может быть, дать еще коллегам слово, что в 90-е годы, когда вот эти расколы происходили, в плане свободы СМИ и свободы слова обстояло дело гораздо лучше. То есть профессия журналиста тогда пользовалась гораздо больше и большим авторитетом, чем сегодня. Поддерживаем, да. Хотя это мировой бренд, тренд, вернее, и Генрих Юшкевич, это представитель, советник генерального секретаря ЮНЕСКО, он там сказал о том, что, а, стоп, нет, не он, кто-то был тоже из представительных гостей. Международной организации? Да, из международных организаций. И сказал о том, что в США еще больше, ну то есть в России еще все-таки статус, а, это, наверное, был... Француз. Нет, не Ясен Лиза Сурский. Ну, статус журналиста в России еще сохраняется, именно как уважаемого человека, не случайно, на факультет журналистики огромные конкурсы. А в США уже отходит от этого, и журналист постепенно теряет свой статус профессии. И это очень тревожная тенденция. Это все связано и в том числе и с развитием интернета, интернет-СМИ, и, соответственно, с уменьшением роли журналиста. Хотя, на самом деле, там, выверенная, правильная информация, за которую человек отвечает лично, да, это журналистика, да. Олег, наверное, не случайно в этом плане твоя оговорка в 50 миллионов. Если учесть пользователей активных социальных сетей, да, и обывательское представление о том, кто несет информацию и доносит свое мнение до читателей, зрителей и слушателей, то, наверное, так и получится. В том числе выступала же и декан журфака МГУ и говорила по количеству желающих поступить вообще-то вакансий. Конкурс огромный. Конкурс огромный. Конкурс огромный. Растут. То есть увеличивается. И на бюджетные места, и на внебюджетные места. Но это она про МГУ конкретно говорила. Поэтому интерес к журналистике она нет. Нет. И про региональные вузы, 150 факультетов в стране. Точно, точно вспомнил. Нигде нет недобора. Интерес молодого поколения высок, однако вопрос о востребованности в профессии после окончания уже вуза и получения высшего образования журналистка. Ну, отсюда она говорила о том, что вытекает проблема стандартов профессиональных, в том числе стандартов обучения. И восприятия в обществе этой профессии. Но там уже она как бы говорила о том, чтобы именно союз журналистов активнее участвовал в работе именно факультетов. То есть, чтобы люди... Ну, чтобы образование не было оторвано. Ну, а у нас это происходит. У нас многие члены союза журналистов преподают давно на кафедре журналистики. Сейчас на объединенной... Нашего авиатского университета. Университета. В медиакоммуникации, как называется. Да, ну вот за этим столом только двое есть еще. Еще мне очень, конечно, понравилась тема, которую поднял, во-первых, Владимир Косютин в большей части, да, но и другие тоже говорили. Это об отношении к СМИ районным. Ну, Владимира Косютина наши районщики знают хорошо. Я так понял по его отчету, что вообще-то его в год пол России объезжают. Владимир у нас был в студии. Да, да, да. Ну, на самом деле, эта тема более чем острая на сегодня, вообще в реалиях России. И никоим образом Кировская область тут не стоит особняком. У нас точно так же есть районная газета, они до сих пор продолжают выходить. Один из главных редакторов районных газет, Гузель Уланова, была в составе нашей делегации. Она тоже член Союза журналистов России. Мы проблемы очень подробно все эти рассматривали. Мы в общероссийском тренде, скажем так. К сожалению, в общероссийском тренде. Потому что, как бы, у нас есть здесь выступающие, признали, что довести информацию до жителя глубинки нет другого способа. Просто ни интернет, ни радио, ни телевидение туда не доходит. В этом плане ведь общемировая эта тенденция, ну, по крайней мере, в Западной Европе-то иная. Как раз ренессанс некий муниципальных местных печатных СМИ несколько лет уже продолжается. То есть на уровне сообществ, коммун во Франции, там, в Испании. Евгений Михайлович, я про Китай вспомню. Там вообще суперринципалитеты. Там в разы каждый год растут тиражи газет, в том числе вот этих вот, хотя у них муниципалитет, конечно, крупнее наших. С одной стороны, мы, конечно, в каком-то смысле всегда в общем мировом тренде. Там, может быть, с неким опозданием в каких-то вещах, а в некоторых, может, даже с опережением. Мне только кажется, что в Китае грамотность повышается. Да, но вот здесь вопрос не только, скажем, востребованности, но и государственной политики, в том числе. Потому что районные газеты традиционно много десятилетий. Всегда. С момента их обоснования. Так у них и статус такой-то. В общем-то, государственные издания. Им без государственной поддержки просто. Ну, не государственные, а муниципальные. У нас все-таки муниципальная власть и региональная разделена. Наши районные областные. Да, да, да. Написано, учредитель нашего министерства. Я и говорю, что у нас специфика такая, что они появились после революции 1917 года и пребывают до сих пор в таком статусе за редким исключением, когда попытки вывести городские, там, районные СМИ на самоокупаемость. Но это чаще всего города большие. У нас вообще-то в практике-то это есть. Как Слободской, например, или Кирово-Чепецк. У нас и Чепецк, и Левятские поляны, и Котельнич были всегда самодостаточными изданиями. Но вопрос-то как раз об изданиях, как Искра Свичинская, как Арбашские вести, Верховья Шижмы. То есть газеты, где точно не выживет частное издание, но людям нужна информация. И при отсутствии эфирного вещания, скоро отключат вообще, как мы знаем, аналоговое вещание телевизионное, они не будут получать информацию по телевизору о том, что происходит в области. Областных изданий осталось уже по пальцам пересчитать. Да и тиражи у них, если у них просто такие, что по пальцам пересчитать. Интернет доступен, конечно, но тоже не всем. И в результате получается, что они отрезаны в информационном вакууме, не зная о том, что происходит в Кирове. И, соответственно, есть вопрос уже об общности, вообще населения Кировской области, осознания себя частью Кировской области. Вот я пользуюсь случаем, и как заместитель председателя правления, с позволения Евгений Михайлович, тут скажу, что готовы официально выступить с озабоченностью от лица Кировского отделения Союза журналистов, возможно провести переговоры с представителями Министерства информационной политики, именно по вопросу дальнейшего развития районных СМИ. Надежда есть, теперь есть новый руководитель этого направления, Станислав Куршаков, он сам выходит из СМИ, из ГТРК, и я думаю, что он проникнет с этой идеей. И все-таки самое главное, чтобы был диалог, потому что дело не только в деньгах, дело в создании условий для развития организации. Как жизнь показывает, такие же проблемы практически всем регионам, кто представлен был на съезде, присущи. Поэтому наступление Владимира Костютина и вызвало такую поддержку, скажем так, оживлений. То есть если говорить о том, что как делается это в других регионах, то в общем-то там люди находят способ, именно не увеличивая бюджетные затраты, а просто переформатируя эти затраты, то есть отказываясь, условно говоря, от каких-то там официальных изданий, которые уже никому не нужны. Потому что официальные документы все печатают в интернете сейчас. Мы услышали рецепты других регионов и готовы донести их до нашего правительства. Причем есть примеры, когда и такая проблема последнего времени, реалии последнего времени, когда финансирование СМИ подразумевает со стороны власти полный контроль редакционной политики, в том числе по содержанию СМИ. Вот в некоторых регионах это решается. Я прочитал об очень интересном опыте Перми. Там как раз у Касютина Владимира в журнале «Медиарынок» об опыте Перми, где после очередной смены губернатора отстранили фирмы частные, которые распределяли эти средства среди районных газет. Были посредниками. Да, были посредниками. Допустили НКО и Союз журналистов Пермского края победил в конкурсе. И сейчас имеет 6% комиссионных финансирования и работает напрямую с районными газетами, перечисляя вот это средство субсидирования, уже выстраивая отношения. Кстати, на следующий год, это уже полтора года обсуждается, но на следующий год найден реальный механизм поддержки региональных СМИ и региональных отделений Союза журналистов примерно по такой же схеме. То есть для СМИ, где не превышает 50% доли государства, возможно, будет предусмотрено для печатных, имеется в виду СМИ, потому что электронные СМИ, они по целевой программе могут поддержку получать. А именно для СМИ, скажем так, независимых, частных, есть возможность в следующем году получать поддержку. По-моему, 85 миллионов предусмотрено. Это по всей стране, на все субсидии региональных Союз журналистов. Там, погодите, там что-то попало, когда Леонид Левин по суммам-то говорил, по-моему, да, там несколько он называл позиций, там есть и 85, и когда вообще страшная сумма одна большая была. То есть в сумме там получается очень много. Это как раз по федеральной целевой программе. Вот наша ГТРК, ВГТРК, наша Вятка тоже получает поддержку. Я так понял, что это чуть ли не впервые такого рода сумма нарисовалась вот со стороны государства в сторону СМИ. Чтобы так озвучили, это впервые, с высокой трибуны. Вы знаете, я бы тут сказала очень кратко, что все вопросы могут быть решены, и дело не всегда в финансовой плоскости, а важно, чтобы им кто-то занимался. В организации, работы, вот в чем весь вопрос. Сегодня власть тоже видит, что не только с точки зрения донесения ее позиции какой-то вот агитационно-пропагандистской функции, иногда люди просто достоверную информацию не получают, и проблема вот этих фейковых новостей... И вот этого пространства ложных информационных сообщений, которые все начинают воспринимать и обсуждать, она может решаться только качественной журналистикой, поддержкой СМИ, которые не позволяют себе вот такую некачественную работу. Опускаться, да. Да, работаем. Да, ну и вот, знаете, я тоже тут еще своим выводом внедрюсь в разговор. И на рекламу сходим потом. Хорошо, что меня удивило, приятно удивило. Уровень развития СМИ в Кирове, я имею в виду областной центр, ну как большая часть Кировской области, выше, чем в среднем по стране. Я этот вывод сделала, пообщавшись с коллегами из других регионов и послушав те речи и те тенденции, которые звучали, в общем-то, с трибун. Почему? На основе чего это делаю вывод? В основном разговоры шли о развитии газет, газетного сообщества. Радио, но по старинке, не как сейчас. Вот, например, мы сидим в студиях в Москве не в таком формате. И телеканалы. Интернет, как СМИ-реальность, пока отсутствует в том виде... То есть не в смысле соцсети, а в смысле интернет-СМИ. Нет, не в соцсети, а именно интернет-СМИ. В повестке отсутствует, да. И в повестке обсуждения, в принципе. Нет, об этом сказал как раз новый председатель Союза журналистов. В своей программной речи. Владимир Соловьев сказал в программной речи, что мы будем это развивать направление. А в целом, да, интернет звучал очень мало. Крайне мало. Нет, в таких формулировках интернет в основном звучал, что интернет это нам не враг, интернет это наш новый инструмент. Речь была о соцсетях, а то, что есть интернет-СМИ, и они уже себе завоевали приличную аудиторию и приличный рынок, и это такие же точно СМИ, как газеты. Да, существует регистрация и так далее, которую цитируют. Это было упущено, именно качественная причина СМИ. Давайте рекламу сейчас сделаем небольшую паузу и очень скоро вернемся. Николай, представьте еще раз своих коллег. Вот прямо как. Давай сначала тебя представим. Мой коллега сегодня, Владимир Сметанин, да, и мы с ним вместе ведем программу. Называется она «Дневной разворот» или «Мужской понедельник». Мужской понедельник. А в гостях у нас сегодня мои коллеги по Союзу журналистов, с которыми вместе ездили на съезды. Евгений Дрогов, председатель нашей общественной организации, да, его заместитель Елена Урмадская, член правления Олег Прохоренко. Еще раз всем добрый день. Добрый день. Я вот читаю из программы статьи Соловьева, что он имеет в виду. Союз журналистов сказал, он будет добиваться, чтобы средства на господдержку распределялись гласно. То есть распределение государственных денег между СМИ, чтобы это было прозрачный какой-то процесс. Это вот ровно про то, что я говорил. Чтобы не своим, а чтобы гранты распределялись на основании конкурса. Там, кстати, очень много говорилось о том, что бывали случаи по тем же премиям. Помнишь, говорили, что премии по личной дружбе куда-то уходили, награды куда-то по личной дружбе уходили, что это надо резко прекращать, что везде надо конкурсную основу вводить, везде надо привлекать экспертов, то есть они только самим решать внутри правления. Это, в принципе, все здравые мысли на самом деле. Ну да, и звучала даже мысль как раз Павел Гусев в своем программном выступлении. Он одним из первых выступал. Он сказал две вещи. Это об объединении, о том, что Московский союз журналистов и всем прочим пора вступать в Союз журналистов России. А второе, что он сказал, это что нужно отказаться от массовости в вручении премий, сделать премию весомой, премию Союза журналистов и создать что-то типа ТЭФИ. — Да, кстати, я даже предложил институт, который уже может им заниматься, как это называется? — Академия Российской прессы, по-моему. — Да-да-да, профессиональный институт, который этим может заниматься, так же, как академики занимаются вручением Оскаров, тех же ТЭФИ. — Чтобы это было не номинально, чтобы получать... — Чтобы не сами решали в секретариате, а чтобы решали именно сторонние организации, люди, специалисты. Вы поддерживаете это? — Ну, возникали вопросы и по Всероссийской премии «Золотое перо», и вот в этом ключе о премии вообще, может быть, это «Золотое перо» подвергнется какой-то трансформации. — Да, также вот в этом разрезе можно вспомнить, что и про социальную поддержку журналистов и членов Союза журналистов России шла речь. Сначала Павел Госев сказал, а потом в программной речи Владимира Соловьева тоже это звучало. Вот сейчас прямо так подробно не вспомню, но это, опять же, в ключе привлекательности профессии, осознание важности того дела, которым ты занимаешься. — В том числе и поддержка тех, кто уже... — Забота о ветеранах. — И забота о ветеранах. — Ну, надо сказать, что в этом году после двухлетнего перерыва эта поддержка возобновилась, правда, в меньшем объеме. Вот в этом году удалось направить нам на поддержку двух ветеранов журналистов. — Хотя еще два года назад Союз журналистов России был в предбанкротном состоянии. Там просто появился человек, который сумел выправить финансовую составляющую. — Я тут еще должен нести уточнение. Отчетно-выборный съезд, который состоялся, да, он проходит раз в пять лет, но в прошлом году состоялся в ней очередной съезд, и именно на нем было объявлено и о предстоящем уходе Всеволода Леонидовича, и о тех направлениях, скажем, над которыми предстоит Союзу в первую очередь работать. И в том числе были озвучены и финансовые трудности, которые за вот эти полтора года были полностью преодолены, что тоже очень радует нас, как членов российской общественной организации. И теперь, конечно, все усилия по финансовой поддержке могут быть направлены конкретно, адресно. — В том числе на создание и поддержание Дома журналистов в каждом отдельном регионе. — Кстати, об этом тоже говорили. — Об этом говорили. Меня еще порадовало, знаете, что, коллеги, что, несмотря на смену председателя Союза, основные тенденции, которые уже востребованы, нравятся членами Союза журналистов, они будут продолжены. В частности, это ежегодный фестиваль журналистики в Догомысе. — И расширены. То есть фестивали сейчас, опять же, из программных тезисов Владимира Соловьева, фестивали будут в каждом федеральном округе, ежегодные фестивали. — Помимо Догомыса. — К сожалению, Киров не было, помимо среди крупных, хотя у нас тоже есть свой фестиваль. — Нам никто не помешает, скажем, заявить на наши мероприятия. — Тем более у нас есть такое мероприятие, столько лет уже проходит наш фестиваль. — Да, мы хотели провести его в этом году, но по ряду причин технических не получилось, но конец марта мы где-то планируем. — То есть на семи холмах вернется, а потом уже, дай бог, мы статус, может быть, его повысим. — Как межрегиональный. — Да, почему нет? — Почему нет? — По поводу денег Соловьев еще заявил, что Союз должен научиться зарабатывать деньги, получать и успешно реализовывать гранты от государства. — Да, он имел в виду как раз грантовые деньги. — Грантовые. — Да, то есть, чтобы не нужно было ходить с протянутой рукой, а СМИ в своем статусе могли претендовать на государственные гранты через конкурсы. — Он специально еще уточнял по поводу СМИ и грантов, что эти деньги не должны идти не только на реализацию каких-то программ, а в том числе на повышение благосостояния журналистов, потому что это повышает престиж профессии. — Да, и тут не только СМИ. — А сейчас грантовой системы нет никакой? — Нет. — Имеется в виду существующая грантовая система, но я думаю, что вопросы... — На самом деле мы являемся нашей общественной организацией. Мы также можем на следующий год подготовить какой-то проект. Вы знаете, что президентские гранты каждый год... — Каждый год. — Каждый год в этом году 21, по-моему, организация из Кирова. Вы 21 победитель грантов именно Кировская область. Я думаю, почему бы нам, коллеги, с вами тоже не поучаствовать на какое-то благое дело? — Товарищи, товарищи, друзья есть, которые помогут составить грамотную заявку и так далее. — Я думаю, внутри Союза. — Да, внутри Союза, да. — Еще Соловьев заявил о необходимости лоббирования интересов журналистской отрасли в органах власти на законодательном уровне. Что, на мой взгляд, имеется в виду? — Ну вот, имеется в виду закон о СМИ, который, по-моему, два чтения прошел, несколько лет там лежит. — То есть ключевой он уже прошел, чтение? — Еще в прежнем составе, причем в первой где-то половине его существования, этого состава. Я точно год сейчас не помню. — В Госдуме, да. Но Госдума шестого состава, вы помните, она была занята совершенно другими вещами, кружевными трусами и прочими делами. До закона о СМИ дело не дошло. — Ну вот сейчас принтер немножко поправили. — Ну вот сейчас что нравится, у нас же председатель комитета по СМИ, это член правления Союза журналистов России, секретарь Союза журналистов России, поэтому тут ниточка-то очень прям вот плотная. — То есть когда говорят именно о лоббировании, имеют в виду то, что уже есть люди, которые могут этим заниматься в составе той же Думы? — Озвучивать эти вещи. — Ну да, настаивать. — Продвигать. — Продвигать. — Леонид Левин, председатель комитета Государственной Думы по СМИ. — Ну там длинное название. — И он же один из секретарей Союза журналистов России. — То есть как бы уже лоббист есть как минимум один. Вот у нас на нашем уровне пока этого сказать нельзя. — В общественной палате у нас есть лоббист Евгений Примаков, тоже член правления Союза журналистов России. — Другой Евгений Примаков. — Ну а с точки зрения исполнения этого законодательства, в том числе и государственной поддержки, это Федеральное агентство по печати, и Михаил Сеславинский, руководитель, он тоже с приветственной речью. — Он, кстати, тоже там предлагал вполне конкретные вещи в этой речи, связанные в том числе с распространением. — Некая консолидация, скажем так, понимания того, что в обществе есть проблемы с коммуникацией, и Союз журналистов, как организация, объединяющая вот этих проводников, коммуникаторов между властью и обществом, властью и бизнесом, бизнесом и обществом, способны эти задачи решить, но необходимо обратить внимание на те проблемы, на которые там, может быть, много лет внимания не обращали. — В том числе и власти. Вот именно это, мне кажется, и имел в виду Соловьев. — В общем-то, что еще порадовало, то, что мы поняли, вот я как член делегации поняла, что организация у нас абсолютно не забыта, власти, и в том числе федеральные, обращают внимание. Все это действие происходило в Академии наук на довольно высоком уровне, в центре Москвы. Есть у будущего организации, я думаю, что так. — Так, собственно, мы для этого и собирались, чтобы сказать, что оно есть. — В том числе и у региональных отделений, и у кировского отделения тоже есть больше. — Пару минут у нас остается, может быть, о планах-то поговорим? — Ну, мы уже так коротко обозначили в процессе разговора, да, ну вот фестиваль, о котором в прошлом году еще говорили, планировали его. — Это фестивали, одновременно журналистские конкурсы, конкурсы журналистских работ, которые будут там довольно-таки многосторонние. — Мы обязательно плотно займемся работой с районными газетами, прямо вот в ближайшее время. — Да, мы буквально прямо в Москве уже обсуждали один из вариантов. — Конкретный план работы, как это сделать, и мы готовы уже с инициативами правительства Кировской области обратиться в Министерство информационной политики. — Ну, тут, видимо, в первую очередь нужно будет наведаться, в том числе районной редакции, да, встретиться. — Мы, собственно говоря, собираемся ехать. — Мы уже запланировали встречу, да, уже все у нас, дата определенная. — В принципе, у нас даже место есть, дата есть, все есть, только осталось вот все. — Встреча с обучением, как раз встреча с представителями Министерства информационной политики, все это в программу мы включим. Несомненно, это будет где-то в первых числах, наверное, год. — Ну, там у нас 13 января день российской печати, собственно. Вот повод прекрасный собраться районщикам, да, которые как раз занимаются печатью, именно печатные СМИ в основном. — То есть у нас видение нашей работы, как минимум, на 18-й год точно есть. — Ну, на начало, на первую половину. — На первую половину, да. — Мы уже примерно понимаем, да. — Работы будет много. — Да, ну, у нас остается задача, не решенная с сайтом, вот Олег говорил, в информационном сопровождении работы Союза журналистов в целом, но там сайт, по крайней мере, есть, хотя он недостаточно, по мнению, у многих коллег работает. — Я заходил сегодня на сайт Союза журналистов Татарстана, видно, что он действующий, ежедневно обновляемый и так далее. Конечно, у них ресурс совершенно другой, у них есть и освобожденные сотрудники. — Да, надо сказать, что в некоторых отделениях люди на освобожденной основе работают, и председатели, и секретариат. — Мы на общественных началах работаем. — Это так, что тоже было понятно, что... — Да, в этом плане наши возможности, конечно, немного ограничены, но это не означает, что мы не хотим что-то менять. Менять мы будем, но вот по мере возможностей. — И самое главное, чтобы все члены Союза журналистов и просто журналисты осознавали необходимость этого и помогали нам в такой ежедневной, рутинной работе, в том числе публикации о том, что происходит в СМИ, может быть, о каких-то попытках давления на СМИ. — Ну и обратную связь мы тоже ждем. — И, естественно, обращаться при возникновении сложных каких-то кризисных ситуаций, потому что есть специальные жюри, которые осматривают эти случаи. — Не забывайте о том, что Союз журналистов не только творческий Союз, но и профессиональный Союз. То есть как бы все функции, которые есть у профессионального Союза, мы как бы тоже будем стараться делать. — Кстати, очень хорошая мысль прозвучала от Владимира Жепанова-Косютина. Он сказал, знаете, сегодня, когда проблем очень много и только консолидированы возможны их решения, очень простой ответ на вопрос, зачем быть в Союзе журналистов. Сегодня тот, кто в Союзе, повышает свой профессиональный уровень. То есть вся работа Союза в целом и региональных отделений будет в ближайшее время направлена именно на это. Поэтому мы ждем новых членов Союза. — Спасибо. На этом завершаем нашу сегодняшнюю беседу. Подвели итоги съезда журналистов России, наметили планы работы по Союзу журналистов Кировской области. Не последний раз встречаемся. Всем удачи. До свидания. — Спасибо. До свидания. — Всего доброго. — Всего доброго. — Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова